доброе утро дорогие телезрители канала афонтова и конечно мои подписчики на канале youtube я хочу сказать что вы все страдаете по вересковым помните что это такое вот сейчас я вам расскажу как вы уже слышали а некоторые из вас уже знают точно что вересковые это те любимые ягоды необычные это конечно клюквы это брусники это голубики черники сам вереск относится к этому же семейству это красивое горное растение вечно зеленая ну и конечно любители кислого именно они оказались и вот когда вы покупаете в магазинах например там голубику американскую вас даже не возникает вопроса а как ее правильно посадить чтобы она плодоносила да все очень просто за год до того как вы соберетесь купить эту голубику и либо что другое из названного нужно приготовить ей посадочную лунку посадочная лунка для этих растений она имеет несколько необычную форму она не столь глубока сколь широка понимаете вот глубина ее может быть сантиметров 20-25 больше ей не требуется а у нее поверхностные корни и голубика как правило в тайге растет знаете под сенью сосновых то есть хвойников это что это я намекаю до чувствуете раз под сенью хвойников значит все что с них сыпется а это иголки они все падают вот сюда под эти замечательные ягоды кстати сказать голубика даже в тайге бывает не только синего цвета фиолетового а бывает еще и розового а бывает сиреневого и именно оттуда из сибирской тайги берут ее для селекции оригинаторы селекционеры как их там звать не помню значит что прежде всего нужно сделать подойти где-нибудь к сосновому лесу если у вас есть такая возможность наберите вот этих вот старых иголок это называется сосновый опад и вот сосновый опад здесь нужен в очень даже хорошем количестве не просто три там иголочки да видите какую кучу я принесла вот все эти иголки с небольшими веточками можно отправлять ничего страшного и вот эти все иголки мы должны отправить именно в эту лунку потому что по-другому милые мои не бывает а почему иголки а потому что они очень кислые ведь все эти растения страшно любят кислую среду они не будут расти на том месте где будет нейтральная почва и не дам не дай вам господь если вы возьмете насыпите сюда золы любители золы знаю я вас вот значит иголки иголки я вот я конечно не все здесь запущу но большую часть все-таки придется отправить в эту лунку да вот смотрите зеленые тоже пойдут ничего страшного прям можете обрывать их вот такими веточками и сбрасывать туда здесь есть старые но лучше конечно если просто намести в сосновом лесу вместе с шишками ничего страшного там где растет голубика естественно там как раз именно такой подлесок и именно такая почва там практически и почвы то нет там в основном вот это все значит ну я бы сюда насыпала еще конечно побольше следующее что нужно еще для этого растения конечно нужен перегной но я бы вам рекомендовала все-таки листовой то есть верховой есть низинные болотные но в болоте голубика не растет а растет она как раз там в лесу в сосновом где все падает и где гниют листья иголки и там прям такой слой такой красоты вот вы бы пошли бы и набрали заодно и этой земельки тоже этого перегноя у меня перегной видите какой тоже листовой это растение сгнившие далее палки ветки и прочее вот травку всю надо убрать лишнюю корни все убрать мы засыпали иголки вот таким вот слоем вот теперь можно удобрение сюда не сыпать это не обязательно там он червяк уже брыкается эти какой шустрый о какой красавчик а теперь нам надо вот это все засыпать почвой которую мы отгребли вот так видите вернуть ее назад она немножко будет горкой ничего за зиму она осядет за весну она приляжет даже лучше бы это конечно сделать весной потому что именно весной следующего года вы купите это растение ну или приобретете там где-то не знаю что подарит и вот сюда в серединку отсюда посадить эту замечательную голубику проливать не обязательно потому что скоро пойдут дожди и все это зальется и много будет снега все это будет влажное хорошее и процесс пойдет я бы как если вы делаете осенью тогда все-таки нужно подождать вот целого года то есть до осени следующего года но уж коли речь пошла до осени значит подождать придется до следующей весны не которая будет а через нее вот тогда растению будет очень хорошо и еще значит это для поливки используйте обязательно что-нибудь подкисленное можете подкислять лимоном можете уксусной кислотой вот именно этих растений можете воспользоваться электролитом три раза за теплый сезон за пять месяцев три раза всего можете взять и полить раствором электролита а это всего чайная ложечка на 10 литров воды не больше сожжете все вот тогда ваше растение будет чувствовать себя комфортно вот что такое посадка вересковых то есть голубики например я надеюсь что вы все видите все поняли и не делайте по-другому растение будет мучиться она либо расти не будет либо плодоносить не будет все ну тогда пока